Всем привет! Меня зовут Вастрякова Полина. Я квалифицированный психолог общей практики, конечно же, с высшим профессиональным образованием. И вот уже 5 лет я веду свой блог, провожу консультации, разрабатываю собственные проекты. Также являюсь постоянным автором курсов Puzzle Brain. Вы можете посмотреть множество моих различных марафонов, мастер-классов, просто обычных стандартных курсов. Их огромное-огромное количество на разные темы в области психологии личности и психологии отношений. Как я уже сказала, в этой сфере я более 5 лет, и раньше, если честно, могла только мечтать о том, чтобы вообще взаимодействовать с людьми, о том, что у меня будет несколько тысяч учеников, что я буду разрабатывать собственные проекты, вести их. Я никогда не останавливалась на достигнутом. Я всегда живу по принципу, знаете, что нет предела совершенству. И в данный момент я уверенно могу называть себя молодым, квалифицированным специалистом в области психологии. В нашем психологическом челлендже мы с вами будем развивать навык. Это навык заботы о себе. То есть, что это такое? Нас с вами ждут 14 дней работы над собой, где я буду давать различные определенные практики, рекомендации. Где-то мы с вами будем менять мышление, смотреть по-другому на какие-то вещи. Мы будем изучать законы нашего мозга, самодисциплину, лень, выгорание и возможности, конечно же, выйти из этого состояния. Также проработаем все обиды на окружающих, узнаем, как правильно проживать негативные эмоции, как без вреда переживать расставание и предательство. Дополнительно вас обязательно будут ждать практики, чтобы закрепить этот результат. В целом, за все 14 дней вообще я вам, если честно, сэкономлю просто огромное количество сессий у психолога. Ведь это действительно так. Мы за 14 дней изучим огромное количество психологических тем, обретем новые навыки и станем наконец-то счастливыми. Ну и давайте сразу не будем затягивать, переходим к нашему первому уроку, первому дню челленджа. И сегодня мы узнаем все о хороших привычках. То есть начинать мы с вами будем с привычек, узнаем секреты мозга, секреты самодисциплины и обретем знания для первых изменений в своей жизни, уже сегодня. Еще раз, да, как будет выстроена наша работа? 14 дней, 14 уроков по 10-15 минут, то есть две недели полноценной работы над собой. Также коротенькие практики в формате видео и в письменном формате для особо ответственных людей. Но мы с вами здесь все такие, потому что мы уже пришли на этот челлендж, значит будем брать от него все. Я всегда рекомендую так делать. Мы условно разделим наш челлендж на несколько частей, поговорим отдельно про эмоции, про гормоны, про полезные привычки, про расставания и про негативные эмоции. Но в целом скомпонуем это все в конце и будет много-много интересных новых навыков. То есть это своего рода такой интенсив. Я вот прям хочу, чтобы мы все здесь и сейчас дали себе обещание дойти до конца этого челленджа. Это не тяжело. 20 минут в день, 15 минут на урок и там 5 минут, 10 минут на какую-то практику. Это вообще не тяжело. Поверьте, результат он будет просто колоссальный. Раз вы сюда уже пришли, значит вы на правильном пути, а я на этом пути вас поддержу. И давайте прям это челлендж будет как новая привычка в нашей жизни. Вот 15 минут в день, там 20 минут в день, у кого сколько есть. Все, этого вполне хватит. Пусть это будет личный вызов для вас. Звучит неплохо. Ну и, как я уже сказала, это является первой темой нашего челленджа этого урока, да, тема привычек. Вообще, почему нам сложно? Вот я понимаю прекрасно, что многим это кажется сложно. Целых 14 дней исследовать там каким-то правилам, смотреть каждый день уроки, это кажется чем-то таким, может быть даже не очень приятным для кого-то. Но, понимаете, да, почему так происходит? Мы сейчас, ну честно, я, вы, все мы безумно избалованы всем. Давайте так, сколько у вас неоконченных курсов? Сколько у вас непрочитанных книг на полке? Или вообще список книг, да, вот таким вот образом, в телефоне, которые вы там хотели купить, хотели прочитать, но не сделали этого. Вы вспомните, как это было у ваших родителей, вспомните, как это было в вашем детстве, возможно. А раньше за эту информацию боролись люди, там просто какая-то колоночка интересная в газете была, с какими-то там интересными новостями, с интересными фактами, с чем-то таким, может быть, новым. Все за эту колоночку просто ее вычитывали до дыр. Сейчас у нас этих колоночек просто на каждом шагу, у нас столько информации, мы ей не пользуемся, мы ничего из этого не делаем. А почему? Потому что у нас огромное количество других действий, которые доставляют нам положительные эмоции. Это куча вредной еды, это каких-то куча новостей, сериалов, фильмов, сплетен, социальных сетей, из которых мы не вылезаем. Это все нравится нашему мозгу больше, чем какие-то полезные привычки, чем чтение, чем просмотр полезной информации, просмотр того же курса. Наш мозг, конечно же, говорит, слушай, выключай эту Полину, что она тебе тут расскажет? Давай чипсиков, пойдем включим сериальчик, и все будет прекрасно. Вот так нам диктует мозг. И что со всем этим делать? Ну, я вам скажу, что в первую очередь, конечно, всегда учиться дисциплине. То есть, я знаю, многие хотят волшебную таблетку, чтобы вот так вот раз, и все, да, и сразу мы начали читать, спортом заниматься. Но так это не работает, к сожалению или к счастью. Нужно все равно в себе развивать вот эту самую волю, этот самый стержень. И пока вы не можете встать с дивана... Просыпаюсь, ем, сплю, просыпаюсь, ем, сплю... И этим себя оправдываете и говорите, что вы ленивый человек, что вам это все не нужно, что у вас нет цели, у вас нет дисциплины, и у вас ничего не получится. Поэтому в первую очередь нужно, как я сказала, поставить себе цель. Вот как здесь. Поставить цель, пройти этот челлендж до конца. Поставить цель, что все, хватит, мне надоело жить в какой-то позиции жертвы, бесконечно валяться на диване, бесконечно вот это вот просматривать им сторисы каких-то блогеров. Все, я не хочу больше этим заниматься. Мне хочется нормальной человеческой жизни, классной. Может быть, я хочу привить здоровый образ жизни, может быть, я хочу больше читать, может быть, я хочу книгу написать. В первую очередь, все равно, мои дорогие, мы дисциплинируем себя. Ну и пару таких рекомендаций, которыми я сама пользуюсь, которыми пользуются мои ученики, и очень-очень хорошо получается прививать какие-то новые полезные привычки. Два правила. Два. Всего лишь два. Это регулярность и это максимум упрощения. Вот я сейчас объясню. Все довольно просто. Вот если вы хотите дойти, например, этот челлендж, досмотреть его до конца, вам нужно делать это каждый день. Вот есть 14 дней, каждый день вы прям вот, да, у вас же есть 100% код и расписание, вы там себе пишете план на день, план на неделю. Вот у вас каждый день должно в этом плане быть написано 20 минут челленджа Полины. Потому что часто такое бывает, что мы, например, хотим прочитать книгу, да, какую-то там, думаем так, все, буду каждый день читать. И как бы она вот у нас там где-то лежит, и мы до нее так и не доходим. У нас в плане должно быть 10 страниц книги, 15 страниц книги. У нас книга должна, вот, быть, да, упрощение максимум на видном месте. Вот чтобы мы постоянно наблюдали, все время в сумочке, все время где-то на виду. Если мы хотим, например, там, заниматься спортом, да, еще раз каждый день, мы поставили такую цель. Нам нужно что-то делать, но каждый день. Даже если, ну, понятно, в спортзал вы не будете ходить каждый день, ну, например, 5000 шагов можно делать каждый день. Порастягиваться дома вечером на коврике можно каждый день. Сделать с утра зарядку в течение 10 минут можно каждый день. Хотя бы что-то, хотя бы чуть-чуть. Читать две страницы в день можно, но каждый день, да. Писать книгу тоже можно по 100-200 символов, но каждый день и так далее. Да, у вас могут быть исключения в виде, там, каких-то отпусков, праздников. Ну, это тоже, да, вот всегда такая история, знаете, о перекладывании ответственности. Мы, там, едем куда-нибудь за границу или на побережье отдыхать, и все, я на отдыхе. Какой там спорт? Ну, давайте так, ходьба – это тоже спорт. Там в планке вечером постоять можно и на отдыхе. Пойти куда-нибудь вместо, там, бара на акваэробику можно и на отдыхе. Добрый вечер, поесть, там, какую-то вредную еду, да, там, вы можете, но вместе с этим, там, на следующий день вы можете поесть полезную еду. То есть все, это абсолютно все ваше желание. И второй момент. Первый, напоминаю, это регулярность. И второй момент – это упрощение. Вот ваши привычки вы должны довести до такого состояния, чтобы они были максимально просты. Вот, например, вы чистите зубы каждый день. У вас это такая привычка, вы не замечаете, как вы это делаете. Вот вы заходите, например, в ванную и нажимаете на выключатель, да, включаете там свет. Это тоже привычка, но она доведена до автоматизма. И она настолько простая. Выключатель вот здесь, щетка вот здесь, паста вот здесь, все в одном месте, все друг за другом следует просто это делать. У вас же нет такого, что вы просыпаетесь. Так лень зубы чистить. Похожу с грязными, почищу в понедельник. Нет такого у нас нет. Мы их чистим, блин, каждый день. Мы едим каждый день, потому что это привычка. Это должно все быть легко. Вот, например, этот челлендж вы можете тяжело смотреть, если вы там, при этом вам нужно сесть, открыть компьютер, поставить его на зарядку, достать ежедневно. Это тяжело. А если вы будете его смотреть по утрам, пока вы едете, например, на работу в такси, или там за рулем, или в автобусе, и вот я там где-то рядом вещаю о полезных привычках. Вот это, согласитесь, уже легко. То есть эти привычки мы просто берем и упрощаем. В спортзал также, если вам тяжело ездить куда-то, а это правда тяжело, он должен быть где-то рядом, в соседнем доме, в вашем доме, в шаговой доступности. Воду легче пить, если она расставлена по всему дому. Там бутылочка, там стаканчик и так далее. Как я упрощаю привычки, я вообще всегда стараюсь, вот знаете, опять же, правило, чтобы все было на виду. Вот если я там смотрю какой-то курс на протяжении недели, у меня компьютер вообще, вот он как стоял, вот так и стоит. Я его не убираю, не складываю там сумку, потому что это тяжело, это потом доставать из сумки. Это действительно, вот вы думаете, что это какой-то бред, я сейчас говорю, но это правда так. Вот только вдумайтесь. Здесь иногда нам тяжело совершать, казалось бы, простые действия, если там сумка находится в шкафу, шкаф там в другой комнате и так далее. Поэтому я упрощаю по максимуму. Я вот, например, знаю, что мне с утра надо сделать зарядку. Я с вечера расстилаю коврик и ставлю стакан с водой. Я с утра проснулась, умылась, все, у меня уже ковер и вода. Мне не нужно это делать, и я сразу иду заниматься. Это работает беспроигрышно, без исключений. Например, я знаю, что мне сегодня нужно там прочитать 30 страниц книги. Вот я заправила кровать, я там работаю, например, то лежу на кровати, то где-то там рядом за столом. И вот я прям книгу вот так вот кидаю, чтобы она была у меня посреди кровати. И вот я весь день хожу, мимо смотрю на эту книгу, и, конечно же, в какой-то момент я ее беру и читаю. Либо там кладу себе в сумку, пока я иду в такси читаю. Вот, поэтому ваши привычки должны быть простые. Привычка правильно питаться, значит, по контейнерам должно уже заранее все разложено быть. Уже заранее все сварено, уже фруктики, овощи нарезаны вместо там конфеток, которые стоят на столе. Просто замечательно, ты посмотри, какая это красота. Они должны быть вот такими черными, да? Да, чем чернее, тем лучше. Все должно быть четко. И тогда, согласитесь, так легко, так спокойно, так прекрасно. Ну и ставим себе цель пройти челлендж до конца. Подумайте, как вам упростить его прохождение, хотя не знаю, куда уже проще. На следующем уроке мы с вами еще поговорим немного о привычках. Я еще расскажу несколько интересных лайфхаков, чтобы вообще было просто проще простого им следовать. Ну, сегодня мы ставим цель пройти челлендж до конца, изменить свою жизнь, свои навыки за 14 дней и прям принимаем решение у себя в голове. Давайте прям все сейчас это сделаем, потому что это правда безумно важно. Ну а сегодня узнали все о хороших привычках, о том, как будет проходить наш челлендж и увидимся уже совсем скоро на следующем уроке. Спасибо.